Вы смотрите программу «Сахалин сегодня» и мы продолжаем. В островной столице стартовал очный этап конкурса «Учитель года Сахалинской области». За звание лучших на протяжении недели будут состязаться 34 педагога из разных районов. На торжественном открытии побывала наша съемочная группа. Эти учителя и воспитатели стали лучшими в своих муниципалитетах. В финале конкурса представлен не каждый район. В этот раз не участвуют Северокурильский и Южнокурильский городские округа. Другие педагоги готовы к решающим испытаниям. Заочный этап конкурса уже позади. В заочном этапе конкурса была представлена медиавизитка. Балы участниками получены, но балы они узнают только в итоговом протоколе, дабы не расстраивать их. Впереди у нас несколько конкурсных испытаний. Завтра начинается первая из них очного характера. Это педагогический диктант. Одно из самых сложных испытаний на наш взгляд, потому что педагогам нужно будет сопоставить отечественную педагогику со своим личным опытом. Один из участников уже второй раз на конкурсе. Он инструктор по физкультуре в детском саду Матрешка областного центра. Данил – автор проекта «Семейный туризм». Все больше детей и взрослых с его помощью вместе покоряют экологические тропы Юго-Сахалина, говорит педагог. Наверное, это такое призвание громко будет сказано, но в этом я нашел себя. В этом я самореализуюсь. В этом я каждый день чувствую себя нужным. Потому что, если не я, то кто? Если физкультура – это часть моей жизни, то мне определенно есть о чем рассказать и показать, и дать попробовать детям. Конкурсантов будут оценивать четыре разных состава жюри. Наверное, самая объективная из них – ученическая. Школьники, как никто, знают, каким должен быть идеальный учитель. Вот учил когда-нибудь вас учитель года? Да, моя учительница по физре в прошлом году стала финалисткой конкурса и заняла призовое место. Ну и как оно на самом деле? Это крутой учитель? Очень крутой учитель. Я очень рада, что именно она ведет у меня физическую культуру. Очень интересно и познавательно. Участникам предстоит показать все свое профессиональное мастерство. Для них подготовили открытый урок, творческие задания, мастер-классы и работу в группах. Победители, которых назовут 5 апреля, представятся Холинскую область на всероссийском этапе. Дмитрий Зелинский, Иван Гамзов, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ.